Тише едешь, меньше сыпется. Таким правилом руководствуются водители грузовиков при перевозке песка, щебни или грунта. По правилам, при их транспортировке кузов должен быть плотно накрыт тентом. За соблюдением закона следят сотрудники управления муниципального контроля городской администрации, работают в тандеме с дорожными полицейскими. Любое транспортное средство, непокрытое груз, перевозимый непокрытый тентом. Это может быть грунт, щебень, песок. Также перевозят мусор в бункерах, например. Крупногабаритные отходы перевозят, ветки. Если ветки не привязаны, не покрыты, тоже нарушение. Совместные рейды проводят, как правило, на перекрестке улиц Некрасова и станкостроители. Здесь повышенная концентрация грузовых авто. За час представители мэрии заметили более 30 нарушителей. С теми, кого удалось остановить, проводят разъяснительную беседу. А чтобы впредь нарушать было неповадно, наказывают рублем. Штраф до 40 тысяч. Водительское удостоверение, полис ОСАГО, путевой лист, если имеется. Штрафовки нет, куда нет, с певель. Штрафовка закончилась. Штрафовка закончилась, да? Казалось бы, грузовики с открытым кузовом – обычное дело. Однако такая езда несет в себе потенциальную опасность. Если машину подбросит на кочке, велика вероятность, что кусок щебня отлетит в лобовое стекло автомобилю позади. В лучшем случае – трещина. В худшем – серьезное ДТП. Запрещена перевозка грузов, не покрытых тентом, либо с отсутствием заднего борта. У данного транспортного средства тент предусмотрен, но отсутствует покрытие груза. То есть тент было лень водителю натянуть. При транспортировке сыпучих грузов полагаться на авось не только безответственно, но и небезопасно. Лучше потратить несколько минут и натянуть над кузовом тент, нежели платить штрафы или того хуже – выплачивать компенсацию пострадавшим от случайно выпавшего камня. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.